Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Продолжаем с вами исследованную книгу Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 35 главу. Продолжал Иллиуи и сказал, считаешь ли ты справедливым, что сказал я правее Бога? 35 глава начинается снова речью Иллиуя. Он говорит Иову о том, что Иов не прав в том, что он сказал я правее Бога. Но когда мы читаем Священное Писание до 35 главы, мы нигде не видим, чтобы Иов говорил о том, что он правее Бога. Иов всегда спрашивал, за что его страдания, в чем его вина, но то, чтобы возвышать себя над Богом, такого в его речи мы не находим. Так бывает часто, когда люди обвиняют людей в чем-то, в том, в чем они не повинны. Вот, например, у святителя Григория Двоеслова есть такая цитата. Всякий, кто говорит много, стремится свою речь, так каждый раз начиная, стремится свою речь, так каждый раз начиная, дабы держать своих слушателей в напряжении. Чтобы они старательнее молчали, ожидая, как будто слышать нечто новое. Но Иллиуй, завершая одно, тут же начинает другое без остановки, чтобы его многоречивость продолжалась все новыми началами. Далее. И он потому уверен был, что суд его одержит верх, что не обнаружит в себе такой вины, за которую мог быть низвергнут. И именно, что Господь говорил о нем дьяволу, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его без вина. Иов 2.3 Так чем же тогда согрешил Иов, если он, не зная такого божественного совета в этих словах, согласен с ним? Или какой ущерб от того, что слова наши по разумению людей внешне расходят со строгостью формул истины, когда в самом сердце они ей привержены и согласны? «Человеческое ухо слова наши воспринимает, как они звучат внешне, но суды Божии слышат их так, как они исходят из глубины сердца». Конец цитаты. Вот такое истолкование дает святитель Григорий Двоеслов. И очень важно здесь заметить его истолкование. Он говорит о том, что Иов, исследуя свою жизнь без знаний причин страдания, Иов верил, что наказан ради омовения своих грехов, а не для увеличения заслуг. Очень важное, кстати, такое предложение. Он не искал каких-либо сверхзаслуг, что-то можно вменить ему, как сверх какие-то заслуги, а только лишь искал в своем предстоянии перед Богом омовение своих грехов. Мы знаем, что римокатолики учат о том, что есть сверхзаслуги. Например, молитва, скажем, в православии и молитва в римокатоличестве — это разные молитвы святым. Если, например, в православии мы молимся, например, о святителе Отче Николы, преподобном Сергею Радонежске, моли Бога о нас, то в римокатоличестве молитва будет звучать иначе. Она будет звучать примерно так. Франциск-Кассийский или Тереза-Авильская. «Дай мне тех заслуг, которых у тебя есть больше, как бы некой взаймы для того, чтобы у тебя же они есть». И святой воспринимается как человек, который исполнил все ради своего спасения и еще сверх даже того. И поэтому у него можно попросить взаймы. Такой юридизм торгово-рыночных отношений, которые в христианстве в начале становления церкви всячески апостолами старались его опровергнуть, потому что такие торгово-рыночные отношения были в иудаизме. Мы помним ухо за ухо, зуб за зуб, глаз за глаз, то есть ты мне, я тебе. Здесь же уже апостол Павел, например, в послании к римлянам, он говорит, да и Господь Иисус Христос, говорит, если ударили тебя по правочке, подставь другую, если гонят вас и проклинают, вы благословляете проклинающих, гонящих вас. И апостол Павел об этом пишет в послании к римлянам, например, в 12 главе. Поэтому очень важное такое замечание. Иов не искал никаких сверхзаслуг, он только лишь, как об этом говорит Григорий Двоеслов, верил, что наказан ради омовения своих грехов. И далее мы читаем с вами. Ты сказал, что пользы, мне какую прибыль я имел бы перед тем, как если бы я и грешил. Видите, что якобы Иов искал какую-то пользу, какие-то сверхзаслуг. Я отвечу тебя и твоим друзьям с тобой. Взгляни на небо и смотри, возри на облака, они выше тебя. Ну, кто бы спорил, как бы Иов и не говорил о том, что он выше облаков. Он, наоборот, мы в его речи встречаем то, что он говорит о том, что он перед Богом и целиком полностью его жизнь зависит от Бога. Поэтому снова Ильюй он приписывает и вот то, чего он не говорил. Часто бывает такое в полемике, например, в диспуте, или когда выясняется какой-нибудь догматический вопрос, а какая-нибудь другая сторона, она начинает приписывать тому, или преувеличивать тому, что было сказано. Поэтому такое встречается и в жизни нашей обыденной. И далее, если ты праведен, что даешь ему, то есть Богу, или что получаешь от руки твоей, нечестие твое относится к человеку, как ты и праведность твоя к Сыну Человеческому. Так, говорит, вот что, например, по этому поводу, пишет очень хорошее столкование, у Оригена, например. Вот цитата. «Ибо если бы кто согрешил, то мы имеем ходатаре перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть в наставлении за грехи наши». 1 Иоанна 2, 1, 2. «Ради этих неисцелимых грехов, от которых мы не можем исцелиться, сами пришел с небес Иисус Христос, чтобы исцелить неисцелимое и осуществить слова «блажен человек» или «блаженно, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Такое, конец стат, дает истолкование Блаженный Августин. Далее продолжается речь Ильиуя. Он говорит, от множества притеснителей стонут притесняемые, от руки сильных выпьют, но никто не говорит, где Бог-творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных». Опять, снова и снова, будем читать дальше, слова, которые говорит Ильиуя, не было в устах Иова. «Там они выпьют, и он не отвечает им по причине гордости злых людей». В принципе, здесь Ильиуя прав, и мы всегда говорили с вами, продолжается утверждаться и отцами церкви, это мысль, что человек не может говорить абсолютной неправды, потому как мы с вами говорим, что ересь, например, это всегда полуправда. Для этого в церкви существуют догматы, каноны, для того, чтобы отделить полуправду от чистой истины и правды. Для этого собирались и святые соборы, для этого формулировался символ Никео-Цареградский, символ веры, вот смотрите, Никео-Цареградский, то есть на двух соборах, в двух городах, был сформирован несколько лет, десятилетий формировался символ веры, для того, чтобы точно выразить критерии нашего исповедания, то есть наше кредо, если говорить по-латыни, да, кредо исповедания веры. «Который, дальше продолжает Ильюю, научает нас более, нежели скотов земных, так они вопиют, и он не отвечает им по причине гордости злых людей». Действительно, Иов всегда верил о том, что Бог является Творцом, действительно, Иов и говорил о гордости. «Но неправда, что Бог не слышит, и вседержитель не взирает на это. Хотя ты сказал, что ты не видишь его, но суд пред ним, и жди его. Но ныне, потому что гнев его не посетил его, и он не познал его во всей строгости». Тут интересное такое слово «оборот». Ильюй переходит и начинает говорить о Иове. Смотрите, как звучит 15 стих. «Но ныне потому, что гнев его не посетил его, и он не познал его во всей строгости». То есть он начинает обращаться так. Он, ему, как иногда люди обращаются. Вот стоит человек один, разговаривает. И говорит, спроси у него. То есть рядом стоит человек, он говорит, а вот он. Как будто этого человека нет, или он где-то далеко, это не можешь напрямую у него спросить. Такое пренебрежительное отношение. Он так принадлежительно начинает выражаться о Иове. А вот он. А что он? Иов открыл легкомысленно уста свои и безрассудно расточает слова. Вот такое обвинение. Ну то, что воздаяние грешникам в этом Ильюе, как мы говорили, прав. Вот, например, восточно-сирийский экзегет Ишадот Мервский комментирует это так. Цитата. «Если кто спросит, почему Бог осуждает нечестивых, если грех их не задевает его лично, то есть нашими грехами мы не можем повредить праведность Божию, то что же тогда?» И отвечает. «То автор приводит причину и говорит, от множества притеснительности, то надпритесняемые, и от руки сильных выпьют». Иов 35.9. «Это не для него, то есть для Бога, наказываются нечестивые, но ради тех, которых притесняют и обворовывают, и кто выпьет, чтобы он, Бог, отмстил притеснителям и сильным». Конец цитаты. То есть Богу это никак не вредит. Но Бог наказывает ради того, чтобы этих людей окоротить, кто в своей гордости, опять же ради их пользы, кто в своей гордости возвышается над другим человеком, и оградить человека праведного от этого злочастивого человека. Бог не повреждается никак. Итак, мы видим страдания в этом мире. 30, как мы с вами видим, 16 стих. «Но ныне потому гнев его не посетил его, и он не познал его во всей строгости, иов и открыл легкомысленно уста свои, и безрассудно расточает слова». Григорий Двоеслов опять пишет. «Страдания в этом мире». Цитата. «Бог действительно долго терпит того, кто осуждает навечно, и гнев свой теперь сдерживает, потому что бесконечное излияние гнева он оставляет на потом. А страдания здесь, то есть доля избранных, чтобы они готовились для наград вечного наследия. Нам должно принимать здесь удары, таковым уготована радость вечная». Радость вечности. «Потому и написано, бьет же всякого сына, которого принимает». Послание к евреям, 12 глава, 6 стих. «А так сказано Иоанну, кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Книга Откровения, 3 глава, 19 стих. И апостол Петр говорит, «Ибо время начаться суду с Дома Божия». 1 Петра, 4, 17. И тут же Петр с удивлением прибавляет, «Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию». 1 Петра, 4, 17. Конец стат. Действительно, такое очень емкое истолкование дает Григорий двое слов, приводя несколько стихов Священного Писания, где утверждается главная мысль. Кого Бог любит, того наказывает. Как и родители наказывают своих детей. Мы заставляем детей учить уроки, заставляем их вовремя соблюдать режим дня. Но не для того, что мы им желаем вреда, а наоборот, мы знаем, ему хочется играть, он хочет всю ночь сидеть в гаджетах своих. Но мы-то понимаем, что если он будет всю ночь сидеть, то завтра он будет неработоспособным. Он этого пока еще не осмысляет. А если он будет совсем плохо наш ребенок учиться, мы понимаем, что из этого ничего хорошего обычно не получается, потому что мы имеем опыт жизни. А Бог, он промыслом своим знает, что если человек нарушает заповедь Божию, что если человек скорбит или получает какие-то притеснения, то сам человек, зная об этом, что Господь говорит, кого люблю, того наказываю, эти слова, в общем-то, должны звучать утешением. Поэтому, как говорит апостол Иаков в своем послании, с великой радостью братья, принимайте различные искушения, когда впадаете в различные искушения. Поэтому, как через это Господь соделает вас терпение, через терпение дает радость и приводит вас к совершенной любви. Поэтому будем принимать, как Иов многострадальный, насколько это возможно, по нашей человеческой немощи, те скорби, которые происходят с нами, помни о том и помни слова Господа нашего и слова апостола, в кого я люблю, того обличаю и наказываю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok